Здорово и здравия! Если вы любите бокс, это видео для вас. Ну что, закончились все мои проблемы, все мои печали. Пора вернуться к нашему с вами любимому делу, к боксу. Поговорим об очень интересном, очень важном бое. Женебек Алимханулы против Роба Бранта. Я посмотрел, послушал, ну так, на предыдущих неделях, когда еще не было никаких проблем у меня. Везде видят фаворитом Женебека. Ну, я не знаю, почему, откуда, но давайте обсудим этот вопрос. Кто такой Женебек Алимханулы? Хороший боксер-любитель. Реально хороший и достаточно мощный боксер-любитель. В профессионалах ничего профессионального я пока у него не вижу. Та же любительская манера. Нет лишней работы на ногах, если его не напрягать. Быстрые руки, да. Больше ничего. Ни первым, ни вторым номером с блоком он особо не работает. Силовые комбинации не выбрасывает. Прессинг, давление. Ну, давление он может оказывать на тех, кто сам от него убегает. Вот знаете, как у Мирикузива это было. Все его сами боялись, он на них шел. Вот, собственно, все. Касательно какой-то силы удара, ну, видите, на 9 боев там 5 нокаутов. При том, что бои-то были не 4-х раундовые. Там и 10-ти раундовые у него полные бои есть. С Воном Александром он все раунды прошел. Хотя мы видели в последнем бою, Вона Александра нокаутировали. Его можно, то есть, нокаутировать. То есть, есть уже не бег, а претензии к его удару. Есть. Ну, я даже не знаю, что еще у него выделить. Ну, хороший джеб вот из левши, неплохой левый боковой. Он сам левша, но это не левый прямой такой, очень далекий. Какой-то, знаете, чтобы удерживать на дальней дистанции. Это не какой-то стомп. То есть, он не удерживает на дальней дистанции бойца. Вон Александр это показал. Вон Александр, это, знаете, такой боец. Джорнимен, у которого очень слабая, очень слабая, но профессиональная манера ведения боя. Он как-то вот зажимается, прикрывает частично голову. Ну, голова частично открыта, подбородок, в принципе, весь закрыт. И он без всяких челноков, без всякой лишней работы на ногах просто к вам подходит. Просто к вам подходит, принимает любые удары, ждет, держит, терпит. А потом бьет сериями на ближней дистанции. И Женебег что? Первое, пропускал эти серии. Почти ни разу не ударил в разрез в ответ на эти серии. Удар на удар, чтобы прервать эту серию. Почти ни разу этого не было. Ни разу не потряс этого Вона Александра. И ни разу не было такого, чтобы он его к себе не подпустил. Были моменты, когда наоборот Вон Александр своего добивался. И Женебег начинал делать лишнюю работу на ногах. То есть, если его напрягать, он будет убегать. Он будет вот эти вот челночки, херачки, будет больше уставать. Серьезного функционала я не вижу у Женебега. То есть, ну, выбрасывает удары в среднем темпе, понимаете. То есть, в высоком темпе я не знаю, как он отработает. Как вот Батыр Джукинбаев. Знаете, вот он мне напоминает Батыра Джукинбаева. Чем-то. Касательно его соперника, Роба Бранта. Здесь совсем другой разговор. Роб Брант это боксер. Ну, функционалку, если их брать, там пропасть просто. Там просто пропасть. Вот три Женебега, это один Роб Брант, если мы берем функционалку. Кстати, на силу удара я не думаю, что Роб Брант как-то слабо бьет. Просто у него такая манера наслаивать. Наслаивать атака на атаку он никогда прям дико не вкладывается. Поэтому я не думаю, что он бьет сильнее, чем Женебег. Но это только потому, что у него нет такой цели. Если у него будет цель вкладываться, он будет бить не хуже. Опыт у него профессиональный намного больше и намного лучше. Он боксировал с гораздо более хорошими, с гораздо более умелыми, профессиональными боксерами. А позиция Женебега, она просто ужасна. Возраст, размах рук, размеры, все в принципе более-менее одинаковое. То есть я не думаю, что здесь будет какая-то серьезная разница. Поражение есть у Роба Бранта. Не в свой вес, когда он залез, первые четыре раунда забрал, потом он начал как-то сдавать. Позволял он сопернику себя теснить, позволял он сопернику по себе подать. Но соперник был очень высокий и гигантская разница была в длине рук. Это Бранту мешало. И функционал у Бранта в том бою был не тот. Ну то есть не его это был вес. Бой с Рёта Муратой показал его уровень, ну, прекрасно, понимаете. Работа на всех дистанциях. Работа на дальней дистанции никогда не стоит, все время по кругу, по кругу, по кругу. Его то есть сложно прижать, если у вас нет прессинга, у Женебега нет прессинга. У него есть поддавливание такое, дистанционное давление, и это не поможет. Это на канаты вы так соперника почти не поставите. Особенно если он бьет. А Роб Брант много бьет. Показал он, что на средней дистанции он может работать серийно, что он может заклинчевать, что он может уйти в сторону, что он может отработать на ближней дистанции, что он может выходить с ударной дистанции соперника с блоком. То есть такие. Средний уровень работы вторым номером с блоком. Против Женебега это будет работать. Почему? Как работал Женебег с Воном Александром? Пропустив какую-то комбинацию, он ее в принципе всю хавал. Он не отвечал на нее удар на удар почти никогда. Вылетает от Вона Александра серия, он ее всю пропускает. Никакой там серьезной защиты у Женебега я не вижу. На ближней средней дистанции ее там просто нет. И на нее он делает ответную контратаку. Как правило тоже серия какая-то. Но, но, как работает Роббранд? Он бьет комбинация и еще комбинация. То есть он наслаивает. То есть в отличие от Вона Александра он будет не по три удара бить, а по семь, по восемь. И нанеся эти удары, он будет выходить зачастую с этой дистанции с поднятыми руками. То есть с блоком, с каким-никаким. И Женебег своей ответной контратакой будет очень мало попадать. А пропускать он будет больше, значительно, чем он пропускал с Воном Александром. Значительно больше именно пропускать. По количеству выброшенных ударов это вообще разница будет огромная. Поэтому я вижу, что по очкам Женебег этот бой не заберет никогда. Ну просто никогда. Может ли он выиграть его нокаутом? Ну, надеюсь, что может. Мы видели один раз, что Роббранд был в нокдауне и в техническом нокауте, во втором бою с Риотом Мурата. Но это было в Японии на территории Мурата, а здесь бой в Америке на территории Бранда. Это было с Риотом Муратой, который, знаете, у него размах рук вообще метр девяносто. И это, в принципе, бьющий боец. И во втором раунде он на этого Бранда просто пер без остановки с нереальным количеством ударов. Там вот не кончился еще второй раунд, уже больше сотни вылетело от Риота Мурата, и все были силовые. И Роббранд на самом деле все выдержал. Да, он побывал в нокдауне, встал, но там такой нокдаун, знаете, больше от потери равновесия. А технический нокаут, что дал судья, Бранд был с этим не согласен. Бранд, я думаю, у него была тактика. Сейчас я пережду, перетерплю. В третьем раунде он тоже будет так работать. Но в четвертом уже Мурата подсдохнет, и я снова начну забирать бой. А Женебек, он не так работает. Он так вообще никогда не работал. Он скорее будет работать, как Риота Мурата в первом бою. Плюс-минус. Плюс-минус. Поэтому не вижу я каких-то серьезных шансов. Единственное что, если мы возьмем последний бой Робба Бранда с Кропыленко, он стал похуже. Но видите в чем дело. Он боксировал с соперником, который реально не представлял серьезной угрозы. Хотя это неплохой боец, Кропыленко. Пожалуй, первый раунд можно ему отдать. Но потом Бранд, конечно, его легко перебил, легко перетыкал, легко перепопадал, легко обманул на всех дистанциях. И в пятом раунде бой был остановлен. И очень серьезно было потрепано лицо у Кропыленко. То есть удары Бранда, они такие. Они опасны именно для лица. У Риота Мурата тоже все лицо было разбито в первом бою. Так что, ну, конечно, мы болеем за Женебека. Конечно, надо, чтобы он победил. Постоянно наши бойцы, доходя до вот этого уровня, не могут его пройти. Вспомним прекрасно. Максим Дадышев, Заур Абдулаев. Бегтимир Меликузеев вообще на еще более слабом, на много более слабом сопернике полетел. Мерим Нурсултанов давайте вспомним. Батыр Джукинбаев. Сколько наших бойцов полетело на этом уровне, не смогли выиграть, не смогли доказать в Америке, что они могут бить этих топов, настоящих топов, а не мешков, набивать себе красивый рекорд. Али Ахмедова давайте вспомним. Тоже. Там соперник был середняк, не смог пройти проверку. Вот будем надеяться, что вот это, это не просто проверка, это проверка не середняком, а реальным топом. Это очень серьезная проверка. Будем надеяться, что все-таки я окажусь неправ, что Женебек мне докажет, что я неправ и что Брандт этот бой не выиграет. Но я считаю, что Брандт выиграет. А Женебеку, ну, ему полностью надо меняться. Как и Бехтимиру Меликузееву, они похожи. И на Батыра Джукинбаева, и на Меликузееву он похож. Ему надо меняться, бокс меняется вместе со всеми бойцами уже. Если сейчас еще Роб Брандт начнет больше работать с блоком, как вот Пидраса с Родригесом, вторым номером с блоком, он много работает. Тогда, ну, тут вообще без шансов. Так что, я очень надеюсь, что Женебек сделает правильные выводы и правильную построит тактику на бой, и Брандт немножко да просядет. Потому что просто так он его не выиграет. Это боец совсем другого плана, совсем другого класса, совсем другого уровня. Так что, я считаю, Женебеку бой не взять, хотя будем, конечно, за него болеть.